В Париже хотят запретить онлайн-сервис посуточной аренды жилья Airbnb, чтобы туристы не вытеснили коренных жителей из центров французской столицы. Какие правила собираются ввести и кто еще борется с посуточной арендой, узнаем от Елены Абрамович. Шикарные апартаменты с видом на Эйфелеву башню. Таких предложений, причем дешевле, чем в местных отелях, на сайте американского онлайн-сервиса Airbnb немало. Впрочем, вскоре платформу для аренды могут заблокировать в Париже. По крайней мере, такое намерение выразил горсовет, обвинив Airbnb в вытеснении местных жителей из центра города. В каждой четвертой квартире уже больше не живут французы. Мы хотим, чтобы Париж был городом, который может позволить себе средний класс, или чтобы он был игровой площадкой для саудовских или американских миллиардеров. Из-за наплыва туристов цена аренды растет и становится не по карману местным. Сейчас посуточно сдается 60 тысяч квартир. Центр города вскоре может превратиться в музей под открытым небом, заявил чиновник. Всего несколько недель назад в Париже зафиксировали исторический максимум посетителей. Более 17 миллионов за первое полугодие. Это исторический рекорд, несмотря на весенние забастовки, которые отпугивают путешественников. Французы приезжают в Париж. Однако, надо признать, у нас гораздо больше иностранных туристов. Рекордные и штрафы за нелегальную аренду жилья. 1 миллион 380 тысяч евро за полгода. Больше, чем за весь 2017-й. Штрафуют те, кто, например, сдает жилье больше, чем на 120 дней в год. Лимит для посуточной аренды через Airbnb установили не только французы. Берлин и Брюссель, например, разрешают сдавать жилье на 90 дней в год. Нью-Йорк всего на 30. А Барселона даже начала наказывать не только нечестных арендодателей, но и сам сайт за то, что не блокирует нарушителей. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.